Сегодня Влада сейчас дома нет, и я знаю, что он зашел в игру, чтобы посмотреть какие-то разгадки, да, то есть поискать что-то для интересного видео для вас, но я хочу его немножечко обмануть. Я хочу сейчас переодеться в агента-эдженси, мешать ему стрелять в него, бегать за ним, но он вообще не знает, что это буду я, то есть поэтому я решила над ним немножко так подшутить, и уже, вот как вы видите, я уже зашла в игру, и сейчас я на ваших глазах буду переодеваться. Ну и дальше я буду ждать Влада, когда он зайдет в игру, да, потому что я знаю, что он вот-вот уже должен зайти, чтобы над ним поприкалываться. Так, как раз я зашла немножко раньше, чтобы успеть переодеться, что делаю первым делом, я убираю волосы, так, ну что, как вы видите, я уже успела переодеться, во что-то более-менее похожее на агента-эдженси, да, я поменяла цвет кожи, чтобы Влад не догадался вообще ни о чем, Я убрала все, что может быть как-то более-менее похоже на моего персонажа, поэтому сейчас я жду, когда уже скоро зайдет Влад, я надеюсь, что он зайдет, мне не придется ждать его тысячу лет, и смогу как-то уже начать его преследовать, да, обязательно сейчас возьму еще в руки ружьем, чтобы, если что, по нему стрелять. Я полностью готова начать искать Влада, сейчас я спрячусь вот сюда и буду его... Офигеть! Вот Влад! Я буду сейчас по нему стрелять. Так, он вообще не знает, что это я, ребят, представляете? Он бегает и думает... Так, Влад, в общем, бегает и думает, что я агентство. Он взял коляску, я сейчас... Он не знает... Блин, капец, это очень смешно, потому что он не знает, что это я и думает, что это агентство или я не знаю кто. Я не понимаю. Так, на самом деле, я думаю поменять ружье вот на такое и начать стрелять по Владу. Так, он сидит, ничего не делает. Сейчас я напишу. Брайс, ты труп. Интересно, как он отреагирует? Он же не знает, что это я, блин. Это очень забавно получается, что Влад думает, что я агентство. Блин, почему он ничего не делает и ничего мне не отвечает? Так, я в него пытаюсь стрелять. В общем, я сейчас буду убегать и посмотрю, может быть, он побежит за мной. Мне ко... Блин, офигеть, ну это очень смешно получается. Интересно вообще, я знаю то, что он зашел сюда, чтобы поискать какой-то контент, да, чтобы посмотреть какие-то новые секретки, вот. А тут я и он об этом совершенно ничего не подозревает. Где он? Я его потеряла? Я его не вижу. Ребят, вы видите его? Где он может быть? Так, я сейчас побегу, его поищу. Мне кажется, может быть, он отправился на базу Эдженси. Давайте сейчас пробежимся, проверим. Может быть, он куда-то туда пошел? Но я его пока вообще не вижу. Я отбежала, чтобы спрятаться. Думала, что он побежит за мной, но он, видимо, то ли потерял меня, то ли, может быть, он решил продолжить свою игру. И сейчас я хочу его поискать, посмотреть, где он может быть. Так, вдруг он здесь? Забегаю на базу. Так, здесь его нет, но... Так, интересно, где он может быть? Очень интересно. Где... Давайте, ребят, вместе подумаем, где может быть Брайс. Давайте посмотрим, может быть, он поставил дом. Его поищем, может быть, забежим к нему домой. Думаю, пока что это... Пока что здесь Ника. Его дома нет. Я нигде его дом не вижу вообще. Где он может быть? Я сейчас побегу в церковь, посмотрю там. Блин, конечно, очень жалко, что вот в лайфтопе можно отслеживать человека по карте. Жаль, что здесь этого сделать нельзя. Да, так бы я, конечно же, было круто бы так по карте отследить Влада и начать бегать за ним. В церкви его тоже нет. Может быть, стоит сбегать на озеро, посмотреть там, потому что на озере у нас был последний секрет. Влад там тоже был, поэтому, возможно, он может скрываться где-то там. Так, я уже бегу сейчас на озеро. Я думаю, что мне стоит взять, наверное, машину, судя по тому, как... Хотя вот, судя по тому, как я вожу, конечно, лучше ее не брать. Так будет гораздо быстрее, поэтому я сейчас возьму тачку. Я возьму что-то... Что-то пугающее, да. О, я возьму... Так, я взяла военную машину. И сейчас отправляюсь на озеро. Скорее-скорее. Уже темнеет, меня будет плохо видно, потому что в этом костюме, на самом деле, Эдженси никогда не видно в темноте. Поэтому я должна ему показаться, начать на него снова стрелять и как-то его пугать. Он мне... Когда я ему написала, он мне ничего не отвечал. Очень интересно, почему. Блин, ну это очень прикольно. Ребят, пишите в комментариях, как вам идея такая заходить и пугать Влада, издеваться над ним, пока он ищет какие-то секретки. Так, все, я уже подъезжаю к озеру. И сейчас... Да, смотрите, здесь стоит какой-то дом. Я знаю, что у Влада есть вот эта вот какая-то премиум штука, где он может поставить свой дом, типа в таких каких-то платных местах. Поэтому я забегаю сейчас к нему домой. Как вы видите, это его дом. И будем его искать. Так, где он может... Офигеть! Вот он! Он ждет меня здесь! Офигеть! Я в него стреляю. Блин, почему он не двигается, ничего не делает? О, так, 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 он побежал куда-то. Куда он делся? По-моему, в этом доме есть какая-то секретка, которую я не знаю. И как туда попасть? Куда он делся? Так, может быть сюда я могу нажать? Так, куда делся Влад? Ребят, я, может быть, не знаю про какую-то секретку здесь, но я не знаю, куда он делся. Так, давайте... Хорошо, давайте оббежим весь дом. Может быть, он куда-то через секретку пробрался. Пробрался, я не знаю. Но его там нет, а секрет этого дома я не знаю. Где же он может быть? Блин, я его вообще нигде не вижу. Я сейчас спущусь вниз. Вы просто понимаете, что самое смешное, что он не подозревает, что это я. Конечно, в конце видео я хочу себя как-то выдать, пока я не придумала, как могу это сделать. Но было бы прикольно посмотреть на его реакцию. Вот он, вот он, вот он. Давайте стрелять по нему. Он что-то пишет. Вот, но я не понимаю, что он хочет сказать. Весь его текст никак не доступен. Так, я пытаюсь по нему дальше палить. Тебе чего, дубина? Давайте ответим ему. Ты, дубина. Иди отсюда, прищепка. Да, конечно, да. Я пишу ему, что он труп. И куда он делся? Ребят, куда он делся? О, он лег спать. Убить его во сне? Почему бы нет, да? Он пишет нет. Я пишу ему, что он умрет. Ну, почему бы нет? Блин, интересно, что он думает. Я ему уже... Посмотрите на его подушку. Я ему... Она уже вся в пулях. Тут нельзя убить. А я, в принципе, готова раскрыть себя. И напишу ему вот так. Он сейчас находится в магазине. Я напишу ему. Ты хлеб купил? Так, интересно, что он подумает. Либо он подумает... Он пишет, что даст мне по морде. Прикольно. Интересно, что он подумает, что агентство за ним реально следит в жизни? Или какой хлеб? Напишу ему. Я его просила багет купить. Очень интересно сейчас будет его реакция. Он пишет, в смысле? Я ему пишу, ну, хлеб купил. Ну, блин, все-таки я попросила человека купить хлеб. Наверное, он сейчас подумает, что агентство за ним следит. Откуда ты знаешь, что я в магазине? Я пишу... Я знаете, что напишу? Я ему пишу, агентство знает все. Сейчас мне очень интересно, какая у него будет реакция. Так, я пока уберу пушку. Да, и сколько? Ну, тут опять непонятно. То, что он пишет. Прикольно, на самом деле, было его так немножко пранкануть, что он думал, что это агентство. Сколько хлеб стоит? Блин, я, если честно, вообще не знаю. Ну, может быть, напишу наугад? Я ему напишу два злотых. Ну, как бы, может быть... Не знаю вообще. Я, честно, вообще не знаю, сколько у нас стоит хлеб. Он догадался, что это я. Получилось, мне кажется, очень забавно. Мне кажется, он в шоке. Кто-то к нам присоединился. Кто-то пишет, Аня, привет. А Влад куда-то вышел. Блин, получилось очень прикольно. Ой, тут куча людей. Так, но Влад куда-то вышел. Поэтому, ребят, пишите обязательно в комментариях, как вам это видео. Получилось ли забавно вот так вот пранкануть Влада.